МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА LiveJournal Live Всем привет! Это программа LiveJournal Live, мой блог в живом журнале Yellow Reporter. И мы сегодня будем говорить исключительно о том, что произошло в Японии, но в конце всё-таки будет невероятно позитивный сюжет. Моим соведущим сегодня будет Дима Рунвульф, эксперт из офиса LiveJournal. Дима, привет! Ты с нами? Привет! Да, конечно. Дима, мы тебя давно не видели. Очень хорошо, что ты появился. И я надеюсь, ты нам сегодня всё расскажешь, что происходит в блогах и о чём пишут, что пишут про Японию. Да, я брал интервью и расскажу. Да, очень хорошо. Значит, как мы все знаем, сильнейшее землетрясение произошло в Японии. Японский телеканал NHK говорит о том, что погибли более 60 человек. Десятки числятся пропавшими без вести. Власти Японии назвали происшедшее самым разрушительным природным катаклизмом в истории страны. Общественный транспорт остановлен, электричества нет, по всему Токио пожары и разрушения. Ожидается цинами высотой до 10 метров. Дима, скажи, как сегодня много блогеров пишут об этой катастрофе? Сегодня про землетрясение в Японии было написано около 7 тысяч постов. При этом Япония, ну это на русском языке, при этом Япония занимает 16 место среди... Дима, скажи, пожалуйста, какие известные есть японские блогеры? Ну, я так понимаю, русскоязычные, да? Я знаю четырех человек. Это Михаил Мозжичков, Миша JP. Он регулярно пишет нас на LiveJournal.ru. У него жена японка. Дмитрий Дмитрий... Подожди, у него жена японка, и он, соответственно, живет в Японии, да? Да, 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 да. Тузоку из Токио. И девушка Таша, которая живет в городе Якогама, у нее муж японец, соответственно. И она мне сегодня жаловалась, что я первый человек, с которым она говорила по-русски в последние четыре месяца. Спасибо, Дим. Я хотел сказать, что, кстати, вот блогер Тузоку, которого ты упоминал, он живет в Токио, опровергает информацию, которая прошла сегодня по одному из федеральных каналов, о том, что из-за землетрясения упала Токийская башня. В доказательство он выложил в свой ЖЖ фотографию, вид из окна, башня стоит на месте. Тузоку, когда все началось, свое первое сообщение отправил в Твиттер. Запись, в которой всего семь символов, он делал целых три минуты, не попадал по клавишам, пишет Тузоку. Он писал из-под стола. В ЖЖ он пишет, вся стеклянная посуда разбилась, все попадало из землетрясения, проломилась металлическая соединительная часть пола в коридоре, теперь там дыра на пять этажей вниз. Дим, я знаю, что ты брал сегодня интервью Тузоку. Что он рассказал, помимо вот таких удивительных подробностей? Он сказал, что было очень страшно. Он встретил землетрясения в общежитии для иностранных специалистов Тузоку. На иностранцы, которые там были, просто кричали от ужаса. А все японцы отреагировали очень дисциплинированно, надели белые каски, вышли во двор, построились и дальше куда-то ушли. Сейчас уже все прошло, и в Токио есть некоторые пожары и небольшие разрушения. В основном из-за того, что порвало газопроводы, и где-то там обогреватели. Там все еще холодно, а когда люди покидали дома, некоторые обогреватели упали, и что-то воспламенилось. Но при этом большая часть жителей осталась дома, потому что здания у них сеть неустойчивые, как он уже сказал. И правительство советует рекомендует жителям оставаться в квартирах. Дим, спасибо. Я еще хотел рассказать, что Google запустил оперативный сервис для поиска жертв землетрясений в Японии. Вот вы сейчас видите, он выглядит весьма аскетично. Вы вбиваете имя человека, которого вы хотите узнать, и судьбу, которого вы хотите узнать. И вот он, значит, выдает какую-то информацию. Можно посмотреть, где этот человек, что с ним происходит, жив ли он или не жив. В общем, такой сервис. Ранее Google уже выполнял аналогичные проекты для пострадавших от землетрясений в Чили и Новой Зеландии, а также наводнений в Бразилии и Пакистане. Вообще, я хочу сказать, что неожиданно много, как уже сказал Дима, оказалось русскоязычных блогеров, которые живут в Японии. Я вот сегодня все погуглил, посмотрел. Сейчас я вам расскажу, что пишут очевидцы. Значит, блогер Алекс Чекаев пишет. Я днем работал, ТВ не включал, тряски особой в наших местах не ощущалось. Сейчас посмотрел, там все очень страшно. Показывает, как волна смывает дома, машины, дороги. Телефоны мобильные не работают, линии перегружены. Блогер Кэти Скайли пишет, что днем она была на работе, и трясло ощутимо, аж голова закружилась. Миша Джей Пи перепачивает информацию о том, как вести себя во время землетрясения. Необходимо постоянно иметь приготовленную аварийную сумку. В набор должны входить вода, пищевые концентраты, перевязочный пакет, складной нож, фонарь, респиратор, желательно непромокаемое одеяло. Нужно всегда стараться уходить вверх от моря или от реки. Сами толчки нужно пережидать под столом. Можно встать в дверном проеме также. Ни в коем случае не бежать из здания во время землетрясения и уж, конечно, не пользоваться лифтом. После окончания серии толчков перекрыть газ, электричество, воду. И еще постараться не лезть в толпу. Блогер с номером 87753 пишет. По балкону полетели из стороны в сторону бутылки, с полки в раковину загремела посуда, на пол посыпались авторучки, а две разборные 15-килограммовые гантели катались с хрустом поверх всего этого из угла комнаты в другой угол. Даже кровать сдвинуло. В кафе, он был в кафе, пишет, что две девушки-продавщицы, одна держится за прилавок, другая за полку, земля худуном ходит, деревья трясутся, дорожные знаки трясутся, за домами поднимается в небо облако черного дыма. Дима, с кем тебе еще удалось поговорить из Японии? Я видел у вас там на главной странице несколько аудиофайлов. Ну, с теми людьми, которых я перечислился уже недавно, с девушкой Ташей и с блогером по имени... Сейчас уже забыл. Они все рассказывают не очень страшные вещи, потому что они находились не на восточном побережье, о городах самой Японии. Токио там и ближайшие к нему города пострадали не очень, потому что их защищает местность. Но они рассказывают, что транспорт ходит очень плохо, большие продукты, многие жители не смогли добраться до дома, которые живут в окрестностях больших городов, поэтому они идут туда пешком, потому что основной транспорт Японии, полуметро, полуэлектрички у них скоростные, они сейчас не ходят, потому что проверяют рельсы на наличие повреждений. Все каналы, которые есть в Японии, сейчас показывают исключительно только репортажи с мест событий, самые срочные. Показывают их сухо, спокойно, без эмоций, панику никто не наводит. Все японцы реагируют на это довольно дисциплинированно, так что и детство учили, что у них были трясения. Дима, скажи, пожалуйста, что пишут, какие комментарии? Я видел, что у вас к этой записи, которая постоянно обновляется, про Японию, там, по-моему, комментариев уже 300, что ли. Как люди на это реагируют, которые... Люди пишут самые разные. Некоторые троллили, так скажем, недоброжелатели, и ехидные люди там пишут про то, что, о, наконец, самурая снимает в море, это вам мель за Курилы. Кто интересуется, интересно будет ли это самое, повеляет ли землетрясение как-то на поток нового аниме, которое идет из Японии. Более серьезные люди говорят, что это очень страшно, когда они смотрят это видео, когда там дома и трейлеры плывут просто по улицам и по аэропортам. Кто-то там говорит, что это все силы природы, соответственно, кто-то радуется за нас, что вот мы живем в центре равнины, и у нас нет... ну, центральной части России у нас... Дима, спасибо тебе огромное. Мы будем надеяться, что все будет хорошо, и новых катастроф, которые прогнозируют специалисты, больше не случится. И в конце, чтобы не было так грустно, я вам расскажу историю, которую увидел сегодня в блоге юзера ИЧерски. Он стал свидетелем одного удивительного явления. Давайте посмотрим. Вот он фотографирует, что дворники сбрасывают снег с крыши, страшный грохот разносится на весь двор. Но автовладельцам не страшно, потому что наши заботливые гастарбайтеры предусмотрительно натащили с помоек матрасов и заботливо прикрыли ими автомобили от глыб. Даже старые заброшенные автомобили, не только новые, дорогие. И сейчас ведутся... Сейчас начнутся технические разборки, пишет блогер, на тему того, защищает ли матрас от глыбы или не защищает. Ну, он пишет, что защищает, и явно лучше, чем кусок картона, который иногда лишь кладут на лубовое стекло. Дима, если ты сможешь в двух словах... Ну, ты не сможешь, потому что мне в ухо говорят прощаться. Дим, Дима, все, спасибо тебе огромное. У нас вышло время. Читайте наш блог в живом журнале. Мы там TV Rain. Читайте нас на Facebook, смотрите наши ролики на YouTube. С вами был я, Yellow Reporter. Всем счастливо. Всем счастливо. Live Journal. Live.